Дорогие друзья, братья и сестры, я всех вас приветствую, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Ну, я хотел коротко сказать, так как Господь меня нашел в этом мире, как Он простил, как помиловал. В 65-м псалме, 16-м стихом псалмопевец выразил такие слова, и написано так, что «Придите и послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Зовут меня Владимир по-немецки Вальдемар, мне 50 лет, 37 лет, из которых я прожил великим грешником. Почему я в молитве сказал Киргизия? Киргизия – это моя земная родина. Я родился в Ивановке в 64-м году, в семье неверующих. Мой папа, он выпивал, мама работала в колхозе, а нас четверо детей, два брата старших, сестра и я младший сын. И жизнь наша проходила на улице. В 73-м году мы переехали в Казахстан, в село Георгиевка, и там началась моя карьера, преступная карьера. Я познакомился с людьми, которые уже были на 20 лет, старше меня 15 лет, которые уже в тюрьмах побывали. И мне нравилась ихняя дерзость, мне нравилось ихнее общение. И постепенно, в таком возрасте, в 14-летнем, я пристрастился к алкоголю. Но на этом все не заканчивается. Грех, он покрывает второй грех. И пристрастился я к наркотикам. Стал я покуривать травку. Со временем мне захотелось еще большего. Стал я посещать Чуйскую долину. И вот так моя жизнь пошла, с такого возраста, все ниже и ниже. В 82-м году меня призвали в Советскую армию, служил я в Санкт-Петербурге. Ну и как сказать, отдельная рота у нас была, офицеры все были, хронические алкоголики. Там не с кого было брать пример. И там друзья мне, с отсюда, с гражданки, высылали наркотики туда, в Санкт-Петербург. И мы там продолжали с азиатами, дальше продолжать грешить, пить, наркотики употреблять. Потом мне написали письмо, что моих два старших брата, они покаялись, они переехали в Ротфронт. И там ходят в церковь. Ну я так-то знал своих братьев, что они такие же были, как и я. И когда я пришел с армии, я поехал к ним в гости. И вот они меня приглашают на собрание. Ну я-то знал, что там клуб есть, и там уже друзья принесли целое ведро браги. Думаю, ну какое собрание? Я и не знал, что такое собрание, что там собирается народ Божий, что там молятся, что там Библию читают. Но меня влекло к другому. Меня влекло ко греху. Ну и как-то я попал на собрание там. Там еще старая церквушка была. Это было 85-й год, наверное, 86-й. Ну я там посидел, послушал. Ну мне это очень скучно было. Мне хотелось веселья. Ну и пошел я дальше своей тропой. А в 91-м году, так как мы по нации немцы, мы переехали в Федеративную Республику Германию, ФРГ. И вы знаете, 27 лет мне было, ну скажу так, что был закончен наркоман и пьяница. Ну переехал в другую страну. Вы знаете, как часто сам себя человек обманывает. Вот перееду в другую страну и начну все по-новому. Но когда я туда попал, я увидел все прелести той страны, что там столько наркотиков, что больше, чем еще здесь. И я нашел опять тех же друзей быстренько. И мы начали ездить в Голландию. Нидерланд есть такая страна, Нидерланды. И там есть такие заведения, кафешоп называется. Там можно свободно покупать наркотики. И мы стали туда ездить. Со временем мне это хотелось еще большего, как сказать, такого возбуждения. Я стал употреблять более такие смертоносные наркотики. Говорят, легкий наркотик это анаша. Я говорю, нет, легкого на земле ничего не бывает. Любое дело, оно несет последствия. Любое дело, чем человек занят, оно несет последствия. Я пристрастился к героину, к кокаину. Ну и к 36 годам я просто сказал, чем вот так жить, лучше подохнуть. Дошел я до такого, что я уже просто сам себя возненавидел, освободиться я не могу. Сдавался на лечение. Выходя с лечения, я шел опять к друзьям, и мы все опять заново начинали. И получилось так, что я с подругой, у меня подруга была, она 15 лет младше меня, тоже такая же, как и я, грешница, наркоманка. Мы с ней ехали из Голландии, нас ловит полиция с наркотиками. Ну и вот посадили меня в тюрьму. Да я как-то сам говорю, да вы уже посадили бы, чтобы уже от этого всего отвязаться. Я уже просто устал этой жизни. Мне это все надоело. Мне это все уже, меня не радует. А я живу под одной крышей с верующими, с братом моим. Я вижу, они идут на собрание, а я иду к доктору. Мне надо получать там медикаменты. И вот они с собрания приходят, а я прихожу от врача. Я на них смотрю, у них в глазах радость. А у меня иду и мысли, а что делать завтра? Что опять делать? Идти воровать надо, потому что наркотики, они стоят деньги. Надо воровать идти. И вот так я дошел до того, что я уже хотел просто жизнь закончить самоубийством, потому что уже сам себе надоел. Хотел иметь семью. Но в том же, в тот же самый момент я понимал, в таком состоянии я не могу быть нормальным мужем для жены. И я не смогу передать своим детям ничего доброго, кроме такого, как я сам. Кроме греха. И как-то придя домой в нетрезвом состоянии, брат подошел ко мне, дает мне газету. Такая газета там у нас выпускается, русская, забытый алтарь. И там в статье стоит человек, ну наколотый весь. И пишет, игла мне держала 20 лет. Он с Кавказа тоже переехал в Германию. И вот у него там на Кавказе он сидел, потом в Германию переехал. И вот такая тропа как пошла под тюрьмом, выйдет пару месяцев на свободе, опять в тюрьму. И вот он пишет, а я так посмотрел и вижу, что он недалеко от меня живет, километров за 70. Я решил просто, думаю, как так, 20 лет быть зависимым и так быстро освободиться. Ну, наверное, так он принимал наркотики, что так он быстро освободился. Я позвонил, я говорю, слушай, ты можешь приехать? И они приехали вдвоем. Еще один брат, его отец был пресвитером, он уже в Вечность. И он тоже в тюрьме отсидел за дела, за свои. И они ко мне домой приехали. Вот мы сидели вечером, пили чай. И я просто посмотрел на этого человека. И я просто на лице вычитал, что это не просто какой-то рассказ, а это жизнь. Это практика, то, что он пережил в своей жизни. И он мне одно только сказал. Володя, тебе поможет только Бог. Тебе ни один человек не сможет помочь. Тебе поможет только Бог. Тебе надо обратиться к Иисусу Христу. И когда я первый раз приехал к ним на собрание, там, где я уже сейчас 13 лет в этом собрании нахожусь, там было человек 50, ну может как вас. Сейчас нас уже 160 человек в церкви. И я вот так сидел, а спереди сидели два пресвитера и диакон. И я поднимаю голову. И там написано на немецком такие слова. Кауф де цайт аус. Я смотрю, я потом его спрашиваю. Слушай, Давид, а что там было написано, где ваши там старшие сидят? Он мне так мудро ответил. Он говорит, Володя, может быть сегодня Бог проговорил через этот стих к тебе. И он мне на русском открывает Библию, читает послание к Ефесянам, 5 глава, 16 стих. Дорожите временем, ибо дни лукавы. Тебе уже 36. Может быть сегодня твоя жизнь закончится. Ты готов ко встрече со святым Богом? И вы знаете, этот стих, он стал меня преследовать. Я даже приходил, ну как говорят в мире, на пятак к друзьям. Вы знаете, когда я брал шприц, я просто думал, может быть это последний раз. А потом, а потом надо будет предстать перед Богом. Что я скажу в свое оправдание? Я же знаю о нем. Мне же мой брат говорит. Что я смогу сказать? Я ничто не смогу сказать в свое оправдание. И слава Богу, что через этого брата я попал в Хамбург. Большой город в Германии, Хамбург. Я попал туда на терапию, на реабилитацию. Я там пробыл один год. И вот 25 марта 2002 года я там покаялся. Не было призыва. Просто я не знаю, у меня внутри такое было. Сегодня или никогда. И вы знаете, я не стал торговаться с плотью и кровью. Я вышел вперед, склонил колени. Я помолился очень просто. Господи, помоги мне. Ты видишь, как я устал от этого всего. Я хочу быть свободным. Я хочу семью иметь. Но я не могу. Потому что я повязан по рукам и ногам. И вы знаете, Господь эту молитву услышал. Им даровал свободу. В 2003 году Господь даровал мне помощницу. У нас на сегодня пятеро детей. Три сына, две дочери. Первый сын родился мне исполнилось 40 лет. В 39 я женился. Сегодня я радуюсь тому, что есть тот, который пришел отпустить измученных на свободу. И вот один из этих замученных, измученных, это был я. И сегодня я радуюсь, что я могу быть среди вас, братья и сестры. И одно желание, детки, к вам, ко всем. Не смотрите в этот мир. Тут все так замазано. Так все тут такие прелести. Но впоследствии это будут такие укусы. Очень больно будет. И если Господь не помилует, то может быть и спасен не будь. Поэтому Господь сегодня хочет каждого. Он любит нас. Какие бы мы ни были. Беседуя на благовестии с людьми, с наркоманами, с алкоголиками. Да нет, и что, я столько грехов надел, меня никто не... Я говорю, да ты знаешь, если я тебе о себе расскажу, то у меня, наверное, вообще не было никакого прощения. Но Господь прощает. Он для этого пришел. Он для этого умер, чтобы нас грешных спасти. Поэтому пусть Господь поможет и нам, братья и сестры. Если не спасенные дети, если родственники, не переставайте молиться. Господь слышит. И в свое время Он даст просимое. Аминь.